День защитника Отечества 31-я бригада находится в Ульяновске уже почти четверть века. К нам ее перевели в 93-м году из Азербайджана. Вообще, ее боевой путь начался еще в 1944-м году, во время Великой Отечественной войны. Сейчас за плечами наших десантников конфликты в Чечне и Южной Осетии, миротворческие миссии в Абхазии и Югославии. Но не одними только боевыми походами живут десантники. Мы заглядываем в одну из казарм, а точнее в солдатское общежитие, потому что на казарму это место вообще не похоже. Место привычного расположения с десятками коек, она разбита на отдельные секции, кубрики, как их называют военные. В каждом из них живет по 8 человек. В кубрике две спальни, туалет, душ и сушилка. То есть здесь все удовольствия сделаны для контрактной службы именно. То есть здесь есть душевая комната, раклина, здесь вот есть личный сейф для личных вещей, которые закрываются, тумбочка, кровать, шкаф. То есть все удовольствия, стол, в некоторых есть телевизор еще. В казармах время от времени приходится ночевать и тем из десантников, кто живет в городе. Тревоги элементарные, когда после полей приезжают, то есть допустим, если есть казарм положение, то есть здесь также ночуем, проживаем, то есть пользуемся так же всем, что здесь есть, всеми удобствуем. Храним здесь личные вещи, экипировку элементарно, в принципе все. Нет желания оставить квартиру, ее все-таки снимать, за нее деньги надо платить. Или казарм, здесь же бесплатно. Ну, как сказать, у многих есть семьи, у многих есть личные, ну, девушки, грубо говоря, поэтому удобнее проживать в этом плане в городе. Вообще, от обычного общежития современная казарма отличается только тем, что в ней нет кухни. Зато есть много другого. Например, тренажерный зал, где десантники могут поддерживать форму, чайная комната, где можно и чайку попить, и в шахматы поиграть. Да и комната досуга сейчас больше напоминает гостиную с телевизором и книжными стеллажами. Но, естественно, жизнь ульяновских десантников протекает не только в казарме. Это еще и постоянные тренировки. Нам довелось попасть на занятия по парашютной десантной подготовке. Каждый тренажер соответствует каким-либо действиям, выполняемых во время прыжка. Есть тренажеры, учебные места для подготовки десантника, есть для размещения, тренировки размещения в самолете. Также есть для тренировки в воздухе, как вы можете видеть на заднем плане. Взвод занимается, отрабатывает действия в воздухе. Также есть тренажеры при приземлении после прыжка. Такого рода тренировки проходят каждую неделю, потому что для десантника уметь совершать прыжок с парашютом – это все равно, что для моряка уметь плавать. Тренировки проходят в любую погоду. Например, мы попали под снегопад, хотя реальные прыжки все-таки проводятся при определенных условиях. Например, при сильном ветре десантирование запрещено. От реальных прыжков эта подготовка отличается еще и тем, что десантники одевают на себя макеты парашюта. По весу и размерам они ничем не отличаются от настоящих. Впервые в жизни я одел на себя парашют. Ну, как я. Не я, мне помогли. Ощущения такие очень странные. Чувствую себя с пеленутым ребенком. Кстати, то, что я стою в застегнутой шапке – это не просто так. Потому что прыгать нужно либо в прыжковом шлеме, либо в ушанке, которая застегивается снизу, чтобы не улетела во время прыжка. Финальный аккорд наземной подготовки – прыжки с тренажера УТП-76. Это сооружение, по виду больше напоминающий ангар, на самом деле имитирует самолет Ил-76, с которого прыгают десантники. Я тоже решил, что не зря надевал макет парашюта. Отбросив страх высоты, я шагнул в дверь УТП-76. Хотя, вроде бы, я сделал не все так, как надо, но я жив, цел, могу станцевать подобно Марии Силу. После такого не грех и пообедать. Заходим в столовую и, честно говоря, застываем в удивлении. Это скорее напоминает ресторан. Вспоминаю столовую, в которой я обедал во время своей службы в армии. И понимаю, что это небо и земля. Хотя, надо сказать, что и моя армейская столовая была неплохой. Да и кормили нас неплохо. Но тут один только выбор блюд, чего стоит. Два первых, три гарнира, два вторых и куча добавок от соленых помидоров до мастин. Честно говоря, не в каждом городском кафе так накормят. А тут обед еще и бесплатно. Хотели поинтересоваться. Как вам обеды? Вчасти вкусно ли? Нравится ли? Вкусно, нравится. А еще экономно. Так? Экономно. Обед вкусный, сытный. Но пора дальше нести службу. Мы идем на стоянку военной техники. Там кипит подготовка к очередному полевому выходу. Завтра автомобиль и бронетехника отправятся в поля. БМД. Это одна из тех машин, с помощью которой десантники готовы выполнить любую задачу в любой точке планеты. И для тех, кто до сих пор не знает, БМД это не танк. Это боевая машина десанта. Она поменьше, чем танк будет. На следующий день мы снова отправляемся в гости к десантникам. Но уже не в расположении бригады, а на полигон Поливна. Здесь проходят ротные тактические учения. На полигоне кипит рабочая суета. Военные получают вводные, техника выдвигается на позиции. Командиры постоянно с кем-то связываются. Из радиостанции раздаются разного рода позывные. Учения идут, несмотря на лютый мороз, который сменил вчерашнюю снежную погоду. На улице минус 20. Приятный зимний ветерок, который создает ощущение минус 30. Но десантникам это не помеха. Десантник будет воевать в любую погоду. В мороз, в метель, в жару, в слякоть. Потому что где десантники, там победа. Апогей учений – боевые стрельбы. С одного края бочит крупнокалиберный пулемет «Утес». В центре трещат автоматы Калашникова. До другого края ухают гранатометы. Это одна из род десантников, держит оборону от условного противника. Согласно плану подготовки, сначала мы отрабатываем боевые стрельбы отделения, взводов. Далее идут ротно-тактические учения. И в дальнейшем этот батальон, на базе которого проходят эти данные учения, будет отрабатывать батальон и тактические учения уже на другом полигоне незнакомом. Дневная часть учений окончена. И нам пора спешить домой. Десантников же ждут еще ночные бои. В другой роте предстоит перейти в наступление и одержать победу над условным противником. Лишь недавно учились, вы в классе десятом, и часы проверяли по школьным звонкам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войска. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войска. Мечтать с детства. Учился я тут в Ульяновске, в Суворовском училище, которое относится к воздушно-десантным войскам. И отсюда уже пришлось пристрасти к воздушно-десантным войскам. Это все-таки элита вооруженных сил, так скажем, своеобразная романтика. Также специальная подготовка очень высокого уровня, так скажем, особенно в нашем Рязанском училище, где материальная база на очень высоком уровне. И обучение курсантов идет очень, так скажем, профессионально. По окончании училища хотели бы здесь в Ульяновске служить? Конечно, я поэтому и прибыл сюда на стажировку. А вы сами из Ульяновска? Сам нет, областной, из Травграда. Ну, не из-за того, что домой я хочу, поэтому прихожу сюда. Бригада считается одна из самых лучших, так сказать, не одна даже, а самая лучшая из всех воздушно-десантных войск.